Сегодня мы поговорим о том, что лично я считаю настоящим обучением программирования, глубоким. Ребят, смотрите. Сейчас я открою другой сайт. Другой браузер, то есть. Вот здесь, на сайте spv.letut.ru появилась новая ссылка расширенное изучение Python. Я объясняю и для тех, кто меня первый раз смотрит, и для участников школы. Значит, ребят, расширенное обучение Python, вы когда посмотрите здесь, почитаете, посмотрите видео, нажимая на ссылки, просто вы поймете суть, да, о чем я вообще говорю. Ну, это видео тоже там будет, которое я сейчас пишу. Это не замена уроков. Вот в школе более 14 суток урока уже, да, в виде уроков. Это по урокам мы учимся. Это курс дополнительно, где автором и направляющим курса являюсь я. Здесь нету, этого нету ни в книгах. Этого нету, здесь нету никакой логики. Логика здесь простая. Есть определенный опыт. Например, до пяти лет программирования я думал так. Когда с пяти лет до восьми я начал думать совсем по-другому. Скажите, пожалуйста, а когда новичок начинает думать, вот как я через восемь лет, то понятно, что через год-два он будет, ой, как далеко, ребят, и ой, как профессионально будет писать. Так вот, я хочу вам показать просто, что такое настоящее обучение Python. Глубокое. Кстати, ссылка на раздел в личном кабинете. Практика Python ООП. Значит, смотрите, как это работает. Еще раз повторяю, прошу меня услышать. Есть видео уроки на сайте. Да, смотрим, проделываем. Здесь, в этом курсе, основа. Участник работает сам. Я даю вопрос, я даю направление. Добиваемся полного понимания. Я еще раз поясняю. Полного. Что это значит? Возьмем фрагмент кода. Вот этот документ, он добавляется. Я специально сделал такой документ, который является направляющим. То есть, например, мы проделали, берем, проделываем уроки, но сегодня мы возьмем фрагмент «Магические методы Python». Это те, которые не даются в учебниках для начинающих. Это тот код, который пишут, в принципе, те люди, которые создают фреймворк «Джанга». То есть, это сложный код. Хотите такой писать? Приходите в школу и занимайтесь. Чем быстрее придете, тем выгоднее вам. Почему? Потому что есть энтузиасты, вот и изучайте с ними. Магические методы. Итак, мы перешли, да? Начали с метода init. Сейчас поясню, почему. Вот здесь есть ссылка, ссылка на группу. Задание 2, да? Задание 1 уже было. Сейчас мы его не трогаем. И далее вся переписка у вас перед глазами. Первое. Делаете задание. И второе. Вот это за вечер. Это, ребята, за сегодня, вчера. Давайте посмотрим. Хорошо. Давайте объясню, учитывая, что могут смотреть совсем новички. Ребят, для новичков, повторяю, в школе есть курс для совсем чайников, для совсем новичков, для совсем нулевых. То есть вы с него начнете позанимать, пройдете уроки, будете понимать, что такое, извините, что отвлекся от нового материала, будете понимать, что такое Python вообще, да? Но, когда вы изучите Python, познакомитесь с ним, человек не может начать писать. Нужно определенное время, да? Кто-то там с джангой начинает работать, кто-то с примерами. И вот этот пробел сегодня исключен в школе, но исключен таким образом, чтобы знания были очень твердые. То есть вы сразу начинаете писать. Ну, представьте, нам надо спланировать приложение. Пусть это будет зоопарк. Вот наш зоопарк. Вот этот белый лист, это и есть зоопарк. Вот вольер. Вот у нас работник. Вот у нас администрация. Да, там. Администрация. Ну, пусть у нас будет маленький. Вольер. Вольер 1. Тут вольер 2. Вольер 2. Это у нас работник. Пусть их будет у нас 5. Мы, кстати, писали в первой части. Задание я придумал про зоопарк. 5 работников. 5 работников. Есть определенные условия. Ну, давайте синие. Они у нас не пьющие. Поверьте мне, честное слово, не пьющие. Поэтому сделаем их не синими, а желтыми, пожелтели от работы. Ну, в общем, сделаем таких. Ну, пусть один будет такой, один такой. Сейчас возьмем пока, ну, пусть пять, но у нас работник один. Просто сейчас, прежде чем подвести вас кинет, хочу показать вот это на примере. Да, вот это работник 2. Мы не берем остальную администрацию, тех, кто там сидит в кабинетах. Они сидят на работу, ходят, молодцы. Ну, представьте, вот это у нас, значит, вот это синенький, он у нас будет смотреть за животными. А вот это у нас, допустим, администратор. Но ведь администратор не сможет в вольер с тигром, да? Не сможет зайти в вольер без смотрящего, или как там правильно сказать, тех, кто ухаживает за животными, да? То есть те знают их повадки, поэтому закрыта ли клетка? И мы писали в первой части зоопарка, чтобы он был автоматический. То есть администратор может зайти, если присутствует у нас конкретно человек, смотрящий за животными, если закрыт вольер. Но вот, ребята, вот на это смотрим. А теперь я вас спрашиваю. И вот мы вечер бьемся, наконец-то. Мы многое уже добились. Сейчас я все вам покажу на практике, как это в школе происходит. Но давайте начнем с самого конца. С самого конца. С самого конца. Сейчас просто следите за моей мыслью. Да, вопросы те же. Когда нужно использовать значения по умолчанию? И как вообще без них обойтись, если это возможно? Я не знаю. Хочу от вас увидеть твердо однозначную позицию. Обязательно с кодом, желательно с кодом сравнения. Ответ вы получите однозначный. Когда явно будете получать или не получать ошибки? Это пояснение. Началось все немножко с другого. Это, то есть, когда мы начали работать с методом init, я задал первый вопрос. При каких условиях использовать init будет идеальным вариантом? Значит, Сережа, у него, наверное, шестой месяц программирования. Пишет он на двух языках. Ну, сейчас мы начали уже идти очень осмысленно глубь Python. Но ответ, слава богу, я получил. Получил на следующий день. Молодец, Сережа. Давайте его найдем, этот ответ. А, в принципе, я его уже вставил, его ответы. Вот он мне написал. Написал все очень четко. Молодец. То есть, вопросы, ответы. Что это? Специальный метод? Верно. Его роль автоматически при создании объектов создает ему атрибут. Бац, вижу, новичок поплыл. Так вот, для этого, если первая часть заданий в школе, где, это сейчас я подготовился, начал вести раздел. Ну, до этого там штук 70 рубрики. Мы с Сергеем работали, и другие ребята там работали с функциями. А что такое аргумент? А где он находится? Как его вызывать? То есть, мы уже к этому пришли. Но в любом случае участвуйте, даже здесь, и там, и тут. Как это работает? Вызывать данный метод не нужно, так как он сам запускается при вызове класса. Вызов класса происходит, когда создается объект. Хорошо, меня это почти устраивает. Обычно метод имид предполагает передачу аргументов при создании объектов, однако аргумент может быть не передан. Меньше кода не нужно каждый раз при создании, но это мелочь. И вот эта строка меня сразу начала смущать. Вы знаете, до того, как я был лет 5 в программировании, в принципе, меня это устраивало. Но когда я 8 лет программирования, вот после вот тех 5 лет пересвышления, я думаю, нет, это не подход. Это неправильный подход. А я вам сейчас докажу. И дальше Сережа приводит пример. Да, действительно, когда он четко, я вижу, разобрался, про аргументы, это, ребята, все, что вот в скобках. Это и есть аргументы. И вот здесь ссылки с эльф ранее мы рассматривали. Сейчас я просто, моя цель показать, что у нас в школе подробно работа идет, а не объяснить код. Он идет, вы разбираетесь. Да, вот нейм, вот оно нейм, вот он аргумент. Ему присвоено значение нейм. Теперь он никуда не денется. Теперь я услышал от Сергея, что инит, вот он конструктор, инит для чего делает, для того, чтобы класс, принаследование, все эти вещи были переданы, чтобы мы не заморозились. Но я сказал, меня начал смущать один момент. Вот это огромный молодец, Сергей, код отработал. Но, дошли, дальше пошло обсуждение. То есть, да, действительно, я увидел, что конструктором разобрались. Дальше тут ребята у нас и делятся хорошими ресурсами. Да, ребята, делитесь. Все, что нашли, тяните до дома, у группу. Сейчас я вернусь. Теперь, ребята, смотрите. Почему вот именно так разбираемся? А потому что инит, то есть конструктор, это практически инициализация класса. Вот у нас вольер 1, ну, смотрите, да, вольер 2, вольер 3. Если мы не разберемся сейчас с этим инит, то либо мы будем мучить код, а это мы, либо мы будем писать. Я добиваюсь от своих ребят, что они сначала понимают, что будут делать, а потом пишут. В большинстве своем. Ребят, признаюсь, до лет трех, я, когда вот я три года был в Python, я писал, полупонимал, полупонимал, мне очень понравилось. Спасибо, Саш. При обсуждении ООП Саша Ситушкин, я помню, как он пришел в школу, я его, кстати, знаю с 2000-х годов, он пишет, очень классное сообщение. Я его сейчас не найду, но я вам его прочитаю. Саша пишет, и это правда. Говорит, я вот не понимал ООП, но я уже писал на ПАКТ библиотеке, то есть писал интерфейс, хотя ООП не понимал. Это правда. Так вот, ребята, вы знаете, благодаря ребятам, которые просто жаждут знаний, я решил, что надо в школе создать материал, который поставит точки. Раз и навсегда это надо, ребята, разобраться. И по сути дела, вот, вот, пусть мы затратили час времени, но инет для нас раз и навсегда стал. Не надо ничего учить, не надо ничего запоминать, надо просто однажды разобраться. А теперь возвращаемся к нашей схеме. Ну, я сейчас не буду писать код, я постараюсь объяснить. Значит, мы можем начать писать класс. Первое. Мы можем, давайте подумаем, то есть, по сути дела, мы можем писать класс вольер. Один класс, да? И потом второй вольер, например, от него наследовать, от этого класса. Сейчас, зачем здесь инет, я расскажу. То есть, это первый вариант. По сути дела, что наследовать, потому что нам, возможно, надо будет переопределить, переопределить, потому что, допустим, мы напишем класс вольер, что это, ну, как мы его там опишем, что это там 4 на 4, и нам надо определить, будет конкретно животное, да, потом. Или один вольер, ведь вольер может быть один с водой, другой без воды, один большой, другой маленький. Мы можем взять класс вольер. То есть, нам в любом случае надо будет некие параметры. По сути дела, вот эти вещи нам надо будет указывать. Да, здесь Сережа показывает для примера, ну, допустим, там животное, там, из чего он состоит. То есть, все это надо будет указывать, да, потом использовать в методах. Но ведь мы можем, можем написать вообще класс, сейчас зоопарк, включить туда вольер, включить администрацию, включить людей. С одной стороны, может, это и правильней. Нет, я не знаю. Я, я здесь не, я просто рассуждаю, ребят. А вот вы думайте. Вольер, либо вообще начать, с чего начать класс зоопарк написать. То есть, сразу зоопарк, да, класс зоопарк, энимал, да, то есть, животные там, или зоо, класс зоо, да, зоопарк, и туда уже включить. А вот тут становится вопрос, ребята, смотрите, почему вот я хочу показать, насколько мы в школе разбираемся. И Сережа Асачи, и Саша Ситушкина, вот чего я добиваюсь. Хорошо. Мы берем, решили написать класс вообще всего зоопарка. Ну, допустим, да, я понимаю, можно было бы правильно написать класс вольер, класс администрация, потому что так бы было меньше путаницы. Ну, хорошо, хорошо, но мы, допустим, хотим написать вообще класс зоо сразу зоопарк, а потом переопределять. А у вас стоит другая задача сейчас. У вас стоит сеть зоопарков. И по сути дела, ну, вот надо вам написать класс именно зоопарк. И вы начинаете соображать аргументы, да? Аргументы. Аргумент там один, аргумент два. И я от ребят чего добиваюсь? Простой вещи. Я услышал в коде и увидел все. Да, до меня они достучались. И я понял, что они понимают, что значит, так, это без. Что и нет, при и нет, сто процентов передаются параметры. А теперь я говорю, ребята, ну, давайте дожмем, давайте дожмем. А когда надо значение по умолчанию передавать? Когда программа маленькая, ну, там понятно. А вот представьте, ну, надо у нас зоопарк, вольеры описать, и все в одном классе. И вот тут, а где надо тут умолчание? Или не надо? А передастся или не передастся? И если с этим и нет, сейчас не разобраться, а это начало программы, это согласитесь, это планирование. Мы как раз занимаемся, начиная программу, мы как раз начинаем соображать. А вот это у нас будет там, ну, сейчас, нейм, пусть нейм животного, так, ну, тут про зоопарк примерно идет речь. Но мы как раз и планируем, а что нам вбить? Верно, вы согласились. Потом я поставил вопрос, так все-таки, что делать, когда идеальные условия? Получил ответ я от Сережи Осачева, что идеальное применение конструктора init, когда надо передать параметры наследуемому классу и далее. То есть они передаются, так как конкретно создаются на них ссылки. Сельф-ссылка да и присваивается. Но опять завис вопрос, о котором я говорил, что до пяти лет, когда я был программернее, он меня мало интересовал. А теперь почему начал интересовать? Ну хорошо, как Саша Ситушкан здесь написал пример, очень интересно объяснил. сейчас я найду, где он объяснял. Нужны ли именно упёрлись значения по умолчанию? и вот здесь, вот здесь я вам говорю, что люди опыты, я говорю, я пять лет и я не задумался об этом, а это важно. Нужны ли значения по умолчанию, Саша Ситушкан пишет, зависит от архитектуры предложения или от реального объекта. К примеру, если использовать библиотеку такую-то черепашку, при создании экземпляра класса, скорость трясовки задана по умолчанию, ее можно специально изменить через метод скорость. С другой стороны, чем больше параметров заданы по умолчанию с возможностью их вольного изменения или невозможность, тем меньше нужно передать значение при создании экземпляра. Может быть, еще забавная вещь. К примеру, класс человек или класс кошка. Например, все равно какой раса человек или все равно какого цвета кошка. Но вот при создании экземпляра класса человеку передавит вес 0, а кошке рост 0. Если вес и рост это критические параметры, ну понятно, что человек 0 килограмм не может быть, то можно позаботиться, грубо говоря, о проверке. Я согласился с Сашей, но я сейчас говорю о другом аспекте. Добиваюсь от ребят все-таки. Я от них добиваюсь. Когда все-таки надо указать значение по умолчанию? да, да, я с Сашей согласен. Логически, логически мы можем мыслить как вот про кошку. Это правильно. Но я сейчас добиваюсь таких вещей. Все-таки я задал вопросы следующим образом. Ребят, ну ведь представьте, Серега Асачи, да, вот то, что он сейчас изучит, от этого и будет отталкиваться. И я от него добиваюсь очень простой вещи. Чтобы у него появился свой стиль. То есть, чтобы он мне ответил на простой вопрос. И звучит он так. Когда конкретно нужны значения по умолчанию? Как это будет влиять на код? Я его попросил разобраться тогда еще глубже. Я его попросил так. Сергей, пожалуйста, посидите вечерок, все же четко распишите раз и навсегда для себя, когда нужно использовать значение по умолчанию, а когда нет, при использовании init. Вы большой молодец, действительно, вывернули метод init наизнанку, почти вывернули. Давайте уже разбираться до конца. Почему это важно? Потому что на этом моменте теряется понимание и начинается тыканье. Ошибки из-за того, что не до конца дожали. Вот сейчас вот мы дожимаем. Ведь указание аргумента это начало кода. И вы согласитесь, когда мы планируем приложение, вот я не зря вам нарисовал, да, это и новичку понятно, что мы будем думать, вот вольер вбить сюда, но опять, смотрите, есть понятие, ага, нам надо указать эти аргументы, да, потом мы можем их продублировать, не продублировать, а указать конкретное место, либо там указать ноны, то есть ссылку указали, но использовать будем потом. Кстати, очень классный метод, сейчас потом покажу. но я не увидел в данном моменте у Сергея чего, у него нет однозначной позиции, я не слушаю, ребята, сейчас, что вот Бовсуновский говорит правильно, неправильно, ребят, я прошу меня услышать, я говорю не о себе, я вам сказал, что Сергея Сачи программирование 6 месяцев, он пишет на двух языках, то есть система моя работает отлично, но я говорю, я сам 5 лет будучи в Пайтон, я не думал об этом, я не задумывался, ну стоит, не стоит, ну вызвал ошибку, так вот это, ребята, после 5 лет я понял, боже мой, какого черта я мыкаюсь, если надо четко определиться, я сейчас прошу у Сергея одного, Сереж, определитесь, когда вам нужны значения по умолчанию, когда нет, где вызовет ошибку, где нет, где надо передавать при помощи init, где без init, я от вас прошу увидеть, хочу увидеть именно такой же код в вариантах, не для меня сейчас, для себя разберитесь, потому что я вам показал, вот идет планирование, на этом этапе планирования, если вы сейчас не выработаете четкую позицию по init, то есть по выделению места под аргументы, то, конечно же, планирование приложения и начнется смыканье, а какое дальше написание приложений, о чем мы будем говорить, вы что, хотите пройти мой путь, я вам не дам этого, я хочу, чтобы мое желание, так как вот вы сейчас владеете двумя языками, вы что думаете, если б я 9 лет назад был на вашем уровне, то есть сегодняшнем, то сегодня, наверное, я уже 10 жалко написать бы мог, в 10 раз сложнее, вот это ваш путь сейчас, вы через 6 месяцев владеете двумя языками, пусть не на полном уровне, но вы пишете на них реально, а что будет через 2 года, вот поэтому я и говорю, что я не для того говорю, вы знаете, мой характер отлично, что если это не так важно, я не скажу, но я надеюсь, я достучался до вас и для до вас, Сергей, и до тех ребят, которые смотрят, они понимают, я думаю, соображают, что разбираемся мы досконально, что этап планирования это основной этап, и как мы здесь заложим, так и будет, но чтобы закладывать параметры, понятно мне, что вы четко уже научились определяться с названиями, в голове соображать, то есть я вижу, что да, человек реально пишет, но Сереж, я вас прошу со значениями по умолчанию все-таки определиться, определиться в аспекте именно конкретно заданных мной вопросов, сейчас, секунду, вот, у вас, сейчас, я вас прошу, у вас должна быть однозначная позиция, но выраженная только в коде, когда нужно использовать значения по умолчанию, или как вообще без них обойтись, если это возможно, я не знаю, это я специально, я хочу от вас увидеть твердую однозначную позицию, почему важно твердая позиция в этом моменте, как и вот в этом, да, ребят, потому что с этого начинается планирование, и вот если у Сережи сегодня будет однозначная позиция, как мы ее определим, ну там, вот Сережина позиция, да, то эта позиция будет будет и точкой опоры в самом Сергея, точкой опоры этих знаний, откуда он начнет размышлять, если на данном этапе, сейчас оставить этот момент без внимания, то Сережа будет такой же Сережа, но с другой конфигурацией, да, то есть размытость появится, да, и он тоже будет писать, но стабильно, в одном случае, когда он разберется в этом вопросе, до конца мы разберемся, он уже будет перед написанием кода, он уже будет сначала думать, так, здесь я поставлю значение по умолчанию, здесь нет, почему, а потому что вот мы разбирали и я выработал такую-то позицию, я ее сейчас не оглашу, но у человека будет позиция, будет ставить, он не будет, я сейчас говорю о технической стороне кода, что будет происходить, то есть Сережа должен предусмотреть уже вначале, где может вылезти ошибка, понимаете о чем ребята я говорю, это очень важный момент, если у Сережи вот выработана четкая позиция на первом этапе, то с этим первым этапом он и будет входить в это приложение, и именно уже от этой четкой выработанной позиции классы Сергея могут выглядеть по-разному, кто-то кто-то ну допустим я люблю расписывать все по мелочам, вольеры, ну правильно, там администрация, но опять же говорю, это начало кода, это планирование, а как заложили код, либо дальше программируем, либо мыкаемся, если вы заметили, то а как вы могли заметить, если вы допустим начали только с этого видео, в общем я вам сказал, хочу, чтобы вы услышали одно, это дополнительные занятия, потому что основное в школе занимают видео уроки, общение, это дополнительные занятия, которые убирают провал, неважно у какого человека, тот, кто хочет реально писать код, ребята, ре- аль- но, то есть, если это нету в книгах, это есть везде, да, но там это написано так, между строк пошло и пошло, но когда идут годы, ты понимаешь, любая программа, ну давайте посмотрим некую программу, я допустим очень рекомендую Киви для того, чтобы больше понимать ООП, и дальше вот, я сказал Сереже, как мы будем двигаться, да, чтобы прийти там к серьезным вещам, ну давайте вот посмотрим тот же код Киви, да, мы видим это профессиональный код для новичка, для новичка, который только зашел, будет казаться, боже, как сложно, но я сказал, ребята, здесь надо знать две вещи, на самом деле код очень простой, ну вот допустим, мы сейчас разобрали init, вот Сережа писал init, я даю 500 тысяч процентов, что если Сергеев глянет, он уже это прочитает, легко, конструктор init, что это, мы разбирали, раньше разбирали Quarks, я вам не скажу, кто смотрит, приходите в школу, учитесь, дальше, выделено место selected, хотя, видите, стоит non, и используем мы его дальше, и значение будет присвоено h ниже, то есть выбор, и вот тут вот self-selected присвоено значение линии, то есть координаты даются, да, но смысл, а я ведь об этом и говорил, вот в данном случае разработка идет приложение, да, разработка приложения, и как мы думаем, надо здесь было указать по умолчанию, вот видите, здесь сделано очень профессионально, здесь просто указан Quarks, а ну-ка, а ну-ка, что такое кварц, не знаете, вперед читать, почему это обучение ребят эффективно, а, ну, я зачем открыл код, скажу, я сказал Сережа, а в следующем пойдем метод супер, и тоже будем разбирать, вплоть от ромбовидной структуры, опять снизу, и добьемся до конца, чтобы человек однозначно понимал, это очень крутой метод, кстати, если вы будете писать программы, допустим, все любые оконные приложения на Python, везде встретите супер, в Django он встречается, не так часто, допустим, там, когда надо автоматом поставить значение, но я сейчас его не трогаю, но я просто понимаю, что конструктор init, это начало, да, всегда мы видим, это начало, да, в книгах вам этого не скажут, это вот после 8 лет начинаешь понимать, вот этому надо научить, не просто сказать, а так выкопать, так все нутро вытянуть, чтобы человек запоминает, вечер пообщались, он раз навсегда разобрался, а потом пойдем в супер, потом дальше, потому что супер это очень классный, очень классная вещь, в которой надо разобраться, и далеко они все могут разобраться, и тут я первые годы, ну, ну, написано так и написано, а почему так написано, а ведь просто, а ведь круто, а ведь упрощает жизнь, но это будем дальше разбираться, и так, ладно, заболтал я вас, в принципе, у меня цель была, чтобы Сережа понял, да, мое, именно, мой посыл, мое обращение, потому что я нарисовал, и мне главное было показать, что это начало, от этого зависит все, у человека должна быть позиция, я от Сережи жду конкретный код, в примерах, вот здесь ошибка, вот здесь буду, вот здесь не буду, он должен определиться сейчас, и его позиция через год может быть другой, но она должна меняться, ребят, вот это я хочу услышать, ребята, вот сейчас, большое внимание, два примера, это важно, ваша позиция будет эффективна, если есть начальная позиция, относительно, вы можете, со мной быть тысячи раз не согласны, да я же, как видите, я вообще молчу, я только направляю здесь, да, но я говорю, позиция должна быть, относительно вашей позиции, вы можете менять, как хотите, но у вас будет осмысленное понимание изменения, и вы себе объясните, почему это делается, если позиция размытая, то, что бы вы ни меняли, это все будет иметь размытый контур, всегда, но так как мы поняли, что конструктор init, это начало всегда разработки программы, и постоянно мы с этим работаем, то, извините меня, здесь допускать, хоть малейшего непонимания, это просто катастрофично, хотя, ну кому я говорю, ну сам Бовсуновский, когда уже пять лет был программирование, я на это не обращал внимания, а вот после пяти лет, я думаю, стоп, а вот это, а вот это, а представляете, что сейчас, новичкам это вкладываешь в голову, и у меня гордость за них, я действительно благодарен, с Ситошкою Александрову присоединился, Сергею Сачеву, который просто эти знания, я говорю, такое ощущение, что сейчас руки из монитора вылезут, и всю душу из тебя вымут, то есть, вот это вот жажда, и вы знаете, это очень постегивает, это курс обычный, человек, человек, курс идет просто обычный, здесь, Python это основа, если мы занимаемся Django, то здесь, вот вы купили доступ, а он и так будет вам доступен, то есть, всем, кто на сайте, на портале, он будет доступен, так вот, в чем эффективность данного метода, вот уже более полгода мы занимаемся, в том, что реально люди пишут, в какой смысл вкладывается, я выступаю в роли человека, который направляет, то есть, я не беру ни книги, ничего, я просто соображаю, вот Django важно это было, вот тут важно это, вот в данном случае, когда мы начали с классом, мы разобрали, то есть, я задавал вопросы, что вообще ООП такое, то есть, если мы берем любой язык, и что вот, есть ли в нем настоящий ООП или нет, и я получил ответы от ребят, я уже не буду сейчас их вам рассказывать, и дальше вот, вот логическое, я про себя думаю, вот начинаем программу, что важно, конечно же и нет, то есть, это не книжная работа, это просто то, что есть в практике, чем быстрее придете в школу, тем, значит, больше ухватите, потому что, когда есть энтузиасты, общайтесь, но я ответов не даю, вот в том-то смысл, что вы работаете сами, я направляю, подсказываю, и привожу вас к тому, вот это вот, чтобы у вас сформировалось ваше личное ощущение, это не заучивание, это, хочешь не хочешь, ты когда разберешься, ты просто разобрался, и это знаешь, это знаешь, это не надо учить, и уже я знаю, я уверен, я вижу это, что у Сергея это, допустим, происходит легко, то есть, первые примеры, он писал, помню, несколько месяцев назад, это было нечто, а сейчас он написал, о, уже переписал, код пишет, то есть, это не вызывает трудности, почему, это идет у него изнутри, он это не учил, он это не запоминал, он в этом просто разобрался, так вот, суть в школе разобраться, только разбираемся, мы глубоко, в объект на ориентированном программировании, я знаю, что многие об этом мечтают, ребят, пожалуйста, то, кто мечтает, то, что мечтал, пожалуйста, приходите, будем дальше разбираться, все, ребят, то, что я хотел рассказать, для новичков, ой, немножко заболел, в нос говорю, для новичков, тех, кто начал только с этого видео, ссылки на, на школу, в описании видео, школа, спб-тут.ру, просто, просто, спб-тут.ру, зачастую, меня спрашивают, почему так называется сайт, ребят, ну, не знаю, ну, был я тогда в Питере, ну, и подумал, пусть будет Питер-Минск, СПБ-это Питер, тут это, тут Бай-Минск, пусть будет Питер-Минск, ну, так придумалось тот момент, я не думал тогда еще это, так получилось уже. Спасибо, ребят, огромное за доверие, и, запомните, каждый из вас, может программировать, каждый из вас, будет программировать, то, что вы изучали, даже в средней школе, все сложнее языка программирования, здесь просто надо разобраться, пообщаться, посмотреть, ребят, индивидуально я не работаю, был у меня план обучения ранее, 30 тысяч в месяц стоил, сейчас на это нет времени, но когда вижу группа, я работаю с группой, вот, считайте, бесплатно, это мое время, но у меня есть своя цель, я просто, мы работаем в блокчейн, почему в этих вещах разбираюсь, я дальше ребятам описал, что, ну, не указали вес кота, сделали вес кота 0, ну, бог с ним, кот потерпит, а вот блокчейн, это может стоить больших денег, поэтому, я решил школу, подтягивать, и создать, такую мощную базу знаний, именно, как ее можно создать, ребят, в данном случае, хотя, большое количество видеоуроков, да, можно показать, как джанга, но разобраться глубоко в Python, можно вот так, только давая задания, и общаясь в группе, то есть, конкретно, от вопроса к вопросу, потому что, именно, в этой переписке, когда вот обсуждаем тот же инит, вылазит кучу мелочей, о которых, вот я, допустим, не задумывался, да, я знал, что вот инит я хочу дать, но вижу, что человек там пошел в лево-право писать код, ага, я вижу, вот у него там какой-то недочет, я его сразу говорю, а вот это, подумай, а вот это, и вот как только мы, закончим инит, мы двинемся дальше, но так, у Сережи, и у других ребят, которые делают, а Сережа, самый большой энтузиаст, молодец, спасибо тебе, действительно человек, ну, приятно, хотя, вот, я приведу все-таки пример, вы уж на меня не ругать, скажете, часто в видео, ну, я, ребята, полтора года не мог войти в язык, в 2009 году, уж поверьте мне, Сергей не вундеркинд, и все мы не вундеркинды, и не надо быть вундеркиндом в языке программирования, здесь единственное, что надо просто, я говорю, ребят, ну, пишите код, все, в школе это возможно, здесь реально обучают, ну, вот, 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 ну, люблю я этот, его посыл в группу тогда, пять месяцев назад, я и Ubuntu не мог установить, для меня это было, как собрать какой-нибудь космический аппарат, но в школе все происходит покруче, побыстрее, каждый посолит, скинулся, все дело сделано, программа обучения, мне нравится, все круто, бери и делай в удобное время, но недоумение, как учить два языка, как ты взял и начал, ощущения очень крутые, просто я говорю, что, а, Котлин, ну, это не тема сегодняшнего занятия, сегодняшнее занятие, мы говорили, о углубленном изучении, Python, ВП, и так, подводим итог, хотите программировать, приходите, будете писать, и так будете писать, и без этих курсов, много, уже лет, ребята, сотни людей стали, но сейчас уже, извините, мне самому интересно, когда вот так, ребята, с таким интересом, поглощают эти знания, делать путеводитель, по Python, ООП, глубокому пониманию, расширенное изучение, Python, появилась ссылка, здесь, вы можете, просто, это знакомство, вы поймете, о чем мы говорим, далее, у вас есть, басик, комментарии, не нужно, кошечка моя тут комментирует, дальше, в кабинете, вы найдете, ссылку, когда войдете, басик, иди, 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 сейчас я приду, извините, иди, комментировать, мне ничего не нужно, я все, играться просит, вечер, отдай ей время, поэтому я никуда не могу деться, ребята, 8 часов, я должен кошечке, с кошечкой поиграться, иначе она, это ее время, она уже говорит, хозяин, кидай все, иди играться со мной, не наглей, поэтому наглеть не буду, обидится, а здесь вот практика ОП Пайтон, я вам объяснил, как действовать, оно постоянно добавляется по ходу, и, кто только начал с этого, покупаем пожизненный доступ, недорого, и начинаем заниматься, как заниматься, все инструкции, есть, все в кабинете, по шагам, и погнали, и погнали, все, ребята, спасибо вам за доверие, успехов, спасибо.